А вы знаете, что сегодня, можно сказать, праздник в Хабаровске, потому что ровно 20 лет исполняется нашему перинатальному центру, который, если помню, когда-то назывался институтом детства. Материнство и детство. Да, и у меня даже дочка там родилась. И вообще я помню, в СССР, в Советском Союзе, в Хабаровске считалось самым лучшим отправить жену рожать именно в этот институт материнства и детства, который сейчас перинатального центра. И сегодня у нас в гостях Марина Анатольевна Фролова, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Хабаровского перинатального центра, врач-репродуктолог, какое прекрасное название, кандидат медицинских наук. Как будто специально для тебя, Слава, подбирали название. Извини, я не мог взорваться. Я же не такой потомственный врач, как ты, но ошибся. А вы с момента основания там работаете? Да. Я работала в Институте охраны материнства и детства, и когда организовался перинатальный центр, мы перешли работать в новую структуру. А это вообще престижно считалось именно в Институте охраны материнства и детства? Вы знаете, наверное, мы не думали, престижно или нет, это было интересно. Потому что работая в Институте охраны материнства и детства, мы занимались наукой, мы разрабатывали, участвовали в разработке каких-то интересных и новых методов лечения. Туда стекались так же, как и в перинатальный центр сложные пациенты со всего Хабаровского края. А для врача работать в интересном учреждении – это всегда здорово. А чего там больше было? Все-таки науки или вот практики? Ну и сейчас, соответственно, как в перинатальном центре, как у преемника. Все вместе. Наука без практики и практика без науки, наверное, не существует. Потому что, чтобы делать науку, надо понимать, работают эти методы или нет. Поэтому там было и научное подразделение, и практическое. Я, в частности, занималась практикой. Работала врачом в родильном доме. Ну, кстати, вы сейчас заведующая самым современным отделением вспомогательных репродуктивных технологий. Как я, профан совершенно в этой области, понимая, именно вы помогаете людям, которым вот не дано родить ребенка, с помощью каких-то современных методов все-таки достичь продолжения рода, да? Да. Это отделение создавалось именно для того, чтобы помогать семьям, которые не могут самостоятельно забеременеть, зачать ребенка, с помощью современных достижений науки, с помощью современных технологий добиться того, ради чего вообще их жизнь предназначена, чтобы они смогли родить ребеночка. Вот как бы вы оценили технологический уровень, профессиональный уровень вашего отделения? Ну, я понимаю, что оно вам родное, но вот так вот, если постараться объективно со стороны взглянуть, вот, не знаю, может быть, с какими-то мировыми аналогами сравнить, вот какой уровень? Я могу с гордостью сказать, что в нашем отделении, в нашем перинатальном центре, лаборатории или отделении вспомогательных репродуктивных технологий на сегодняшний день соответствует всем мировым уровням. Практически всех технологий, которые на сегодняшний день существуют, мы можем оказывать в нашем отделении. Мы, конечно, не редактируем геном человека пока еще, но, в общем-то, все технологии, которые заявлены на сегодняшний день в широкой практике, мы предоставляем, мы осуществляем. Ну, как раз эта область подвергается, как ни странно, особенно в последние несколько лет, вот самым агрессивным нападкам. Я не знаю, почему вот в третьем тысячелетии люди стали говорить о том, что вмешиваться в естественное продолжение рода человек не имеет права. Что якобы, если вот не дано человеку иметь ребенку, не надо вмешиваться, это приведет к вырождению человеческого рода. Причем об этом говорят не только люди с религиозным соображением, да, но и в том числе, как бы, думающие об эволюции. Как вы сами считаете, имеете ли вы право вот помогать природе? Возможно, они правы в том, что если не дано человеку, ну, не дано, и лучше не лезть. Ну, наверное, можно так про все достижения медицины, в принципе, относиться, да. Если у человека пропало зрение, зачем туда вмешиваться? Естественно, если выпали зубы, выходи без зубов. Да, если выпали зубы, выходи без зубов. Если отказала почка, то зачем вообще чем-то заниматься? Ну, а что касается наших технологий, на сегодняшний день первый ребенок родился 42 года назад в Великобритании. Ну, об этом все знают. В России, в Советском Союзе тогда первый ребенок родился в 1986 году. Сегодня во всем мире уже 10 миллионов людей, рожденные с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. И сегодня уже накоплен очень большой опыт не просто тех детей, которые родились, отслеживали состояние здоровья, а уже эти дети родили своих детей. И уже есть много данных о здоровье детей, рожденных от детей, которые зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Ну, это, наверное, самый большой такой факт, который ответит на вопрос, надо ли вмешиваться в природу. То есть 10 миллионов детей — это 10 миллионов новых жизней, это 10 миллионов счастливых родителей. Поэтому я занимаюсь этим, я помогаю таким людям, я и весь наш коллектив, и все, кто работает в этой области, помогают людям стать родителями. И порой мы преодолеваем те факторы, которые просто невозможно в естественных условиях преодолеть. Поэтому, конечно, я только за. Я за эти технологии, я за развитие, я за то, чтобы люди становились родителями. И я уже работаю в этой области 14 лет, как мы занимаемся здесь. К нам приходят дети, которые уже скоро будут заканчивать школу. Мы видим тех детей, которые абсолютно нормально развиваются, учатся хорошо. И приходят те счастливые родители, которые до сих пор благодарят за то, что они стали родителями. Но ведь высокие технологии, а тем более медицинские высокие технологии, это дорого. Вот кому у нас в крае доступны эти услуги, эти технологии? Вот сейчас очень хорошо на эти вопросы отвечать. С 2013 года программа ЭКО вошла в оплату по системе ОМС, обязательного медицинского страхования. И с каждым годом эта помощь становится все доступнее и доступнее. Потому что если когда мы начинали, у нас были ограничения по факторам, из-за которых возникло бесплодие. Потом были ограничения по квотам. В настоящее время финансирование программы ЭКО у нас в Хабаровском крае проводится в достаточном количестве, что все, кто нуждается и все, у кого нет ограничений и противопоказаний к этой процедуре ЭКО, получает это лечение за средства обязательного медицинского страхования. И хочется отметить, что не только сама процедура, обследование, очень серьезная подготовка к этой процедуре, тоже достаточно дорогостоящая. Так вот с 2018 года у нас в крае, в отличие от других регионов Дальнего Востока, было введено бесплатное обследование, ну за счет средств ОМС оплачивает. Все пары, которые нуждаются, которые вообще страдают бесплодиями, которые нуждаются в вспомогательных репродуктивных технологиях, получают обследование за счет средств ОМС и саму процедуру. Причем неограниченное количество попусток. Но очередь нужно выстоять? Нет. Или все сейчас оперативно происходит? Нет. Очереди нет. То есть если есть показания, если есть обследование, приходят к нам в отделение, и мы в ближайшие месяцы планируем уже вступление в цикл лечения. Ну по идее должна быть такая очередь, что вы просто не будете успевать. Либо люди все-таки настороженно к этому относятся и сами не всегда хотят. Ну наверное к нам все-таки приходят люди, которые хотят, которым нужно, чтобы у них наступила беременность. Люди, которые против этих технологий, ну они наверное просто к нами не приходят. То есть до нас доходят те, которые хотят получить этот вид помощи и хотят получить тот эффект, ради которого они к нам пришли. А как вы относитесь к идее развития в Хабаровском крае медицинского туризма? Потому что я не раз слышал, что вот как раз направление, которым вы занимаетесь, может привлекать таких туристов из того же Китая. И вроде бы есть уже и случай, и есть спрос на это. Вот чуть подробнее расскажите. На самом деле мы в этом году, с прошлого года, начали развивать тему медицинского туризма, въездного туризма. Потому что ни для кого не секрет, что многие жители Хабаровского края в свое время ездили в Корею для того, чтобы получить этот вид помощи. В основном мы, конечно, на Китай нацелены, потому что там есть некоторый дефицит объемов этой помощи, некоторые виды там не применяются, некоторые технологии. И действительно, в течение нескольких месяцев, в общем-то, велась работа. Мы рекламировали себя на выставках медицинского туризма, которые проходили в Шанхае, в Пекине. И к нам начали ездить китайские пары. Пока не пришел коронавирус. Да. Буквально так и получилось. Ну, то есть ни один китайский ребенок еще не родился. Скоро должны родиться. Отлично. У нас телефонный звонок. Людмила, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. У меня есть вопрос по поводу процедуры ЭКО. Могу задать? Да, слушаю вас. Я читала, что есть большой риск получения онкологических заболеваний по результатам ЭКО. Скажите, пожалуйста, за последние 14 лет проведения ЭКО, какой процент женщин составляет, у которых развились онкологические заболевания женских органов из-за данной процедуры ЭКО? Хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Хороший вопрос, да. Да, спасибо за вопрос. Что касается нашей клиники, нашего отделения. Есть единичные случаи. Они на самом деле единичные. Случаи, когда у женщины после проведения процедуры ЭКО были онкологические процессы. Это рак молочной железы. Когда эти случаи разбирались, было выяснено, что у одной, допустим, и женщин, да, были какие-то признаки, но ее обследовали онкологи и в итоге дали разрешение. Беременность, видимо, явилась толчком, который привел к более активному развитию процесса. И, в общем-то, ну, женщина родила ребенка и проходит лечение. Вообще же, было проведено очень такое крупномасштабное исследование во многих клиниках мира. В это исследование вошли 180 тысяч пациентов, которым было проведено ЭКО. И это исследование опубликовано в ПАП-медиках, РАНИ. Это наши такие медицинские, ну, как бы сказать, сайты, да, где публикуются исследования, которым действительно можно доверять. И вот это исследование на 180 тысяч пациентов не показало, что исследование в отдаленном периоде после родов, роды, которые прошли после ЭКО, не показало, что популяция женщин, которые прошли экстракорпоральное оплодотворение, как-то выделяется более высоким развитием онкологических заболеваний. Ну, то есть прямой связи не нашли. Скорее всего, просто случайность, но, к сожалению, это очень распространенный вид онкологии. Да, потому что онкология и те, кто не делает такого. Ну, все-таки, в завершение, вернусь к опасениям людей. Вы сказали, что 14 миллионов детей. 10 миллионов. Ой, 10 миллионов. 10 миллионов по всем мире. Ну, все-таки, это уже статистика. Не установлена ли какая-нибудь связь, вот, в зависимости от того, как ребенок появился на свет, становится он более больным, менее приспособленным, не знаю, более склонным к каким-то заболеваниям? Естественно, тоже очень много исследований проведено по состоянию здоровья детей, рожденных от вспомогательных репродуктивных технологий. Есть, правда, скажу, разные исследования. У меня какие-то исследователи пишут, что это дети, которые более часто болеющие или с какими-то, ну, такими отклонениями. Но, в общем-то, все исследования, которым можно доверять, говорят, что дети рождаются абсолютно нормальными. Может быть, это, конечно, связано, что в свое время в ЭКО, и вы все знаете, в основном были двойни, много троин рождались. И это было связано с тем, что сама технология была менее эффективной, и мы переносили 2 и 3 эмбриона, возникали многоплодные беременности. А многоплодная беременность — это осложнение экстракорпорального оплодотворения. И такие дети рождались часто преждевременно. А преждевременно роды, они всегда приводят к тому, что ребенок более болезненный, и инвалидизация у крайне недоношенных детей тоже гораздо выше. Поэтому сейчас мы нацелены на перенос одного эмбриона, то есть беременность должна быть одноплодной и завершиться рождением своевременно здорового доношенного ребенка. Ну, осталось только поздравить вас еще раз. Напоминаю, что сегодня исполняется 20 лет созданию в Хабаровске нашего краевого перинатального центра одного из лучших в России, совершенно серьезно, можно сказать. Даже не сомневаюсь. Марина Анатольевна Фролова, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра, кандидат медицинских наук. Поздравляю вас. А если хотите, можете с помощью телевизора поздравить своих коллег. Спасибо. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлению своих коллег и наших пациентов. Желаю всем, как врач в первую очередь, тем более это очень актуально, здоровье. Желаю, чтобы у всех было благополучие в семье, чтобы все с радостью шли на работу и с радостью возвращались домой. А нашим пациентам стать мамочками и родить здоровых, славных малышей. Продолжение следует...